Команда детства на борту космического корабля «Буран». Так называется репортаж нашей газеты с открытия одной из новых детских площадок. На самом деле их открылось в нашем округе сразу три. Две из них в Одинцово, в 9-м микрорайоне и на улице Маршала Говорова, а еще одна в поселке Ново-Ивановское. Все они выдержаны в космической тематике. Потому что такое оформление выбрали родители в ходе голосования на сайте Добродел. Конец августа – традиционное время для проведения ежегодной педагогической конференции, на которой учителя и работники сферы образования обсуждают итоги прошедшего учебного года и определяют задачи на предстоящий период. А они довольно амбициозные. Образование в Одинцовском округе должно стать лучше в Подмосковье. И достичь их очень непросто. Не только потому, что уж больно сильны конкуренты, но и в связи с масштабами. В новом учебном году за парты сядет 56 тысяч школьников, из них 6,5 тысяч – первоклассников. 2 сентября дни города пройдут в Одинцово и Кубинке. Причем центр нашего городского округа отпразднует даже своеобразный юбилей – 66 лет. Наша газета публикует афишу предстоящих событий. Поражают такие люди. Члены клуба «Активное долголетие» города Одинцово стали участниками необычного события. Прошли веревочную трассу под открытым небом в парке Раздолье. Вы их-то в возрасте по деревьям лазить. А они еще и в областных чемпионатах по настольному теннису и шахматам участвуют. Я к ним запишусь. Или вот, к примеру, Сергей Сокольский из Звенигорода. Он стал чемпионом российских летних игр паралимпийцев. Вот человек. Попал в аварию. Долго лечился. Передвигается на инвалидной коляске. Но при этом не сник. Не впал в уныние. Увлекся спортом. Он метатель ядра. И? Побеждает? Нет, не соперников. Его соперники на самом деле тоже победители. Все они, спортсмены-паралимпийцы, побеждают непростые житейские обстоятельства, свои недуги. И показывают пример настоящей стойкости и мужества. А вот на наших страницах люди, которые помогают другим победить болезни и травмы. Врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского, Министерства обороны Российской Федерации. Одинцовцы больше привыкли к прежнему названию. 25-й клинический госпиталь РВСН. Репортаж из этого уникального медицинского учреждения ведет наш внештатный автор Георгий Маштаков. Ветеран-ракетчик, член Союза писателя России. С 1 сентября ученики будут не только учиться, но и работать. В школы возвращается общественно-полезный труд. Мы решили узнать мнение жителей Одинцовского городского округа по этому непростому вопросу, у которого нашлись и сторонники, и противники. Кстати, нам интересные мнения телезрителей. Разговор, может быть, продолжен. Последняя неделя августа оказалась богатой на происшествия. К том числе, к сожалению, к большому сожалению, трагические два случая попадания людей под электропоезда. Произошла громкая стрельба в дачном кооперативе с названием «Тихая Дубрава» с одним раненым и одним погибшим. В Немчиновке автовладельцы вручную растаскивали автомобили, загоревшиеся по халатности. Но происшествия бывают и милые. Спасателям удалось вызволить из-под капотного пространства застрявшего котика, чьи крики о помощи вовремя услышал владитель. Вот такие новости ждут вас на странице газеты нашего округа, дорогие читатели и зрители. Позвольте напомнить, что прочитать их можно не только в бумажной версии Одинцовской недели, но и в электронной. Вот адрес. Редактор субтитров А.Семкин